Серьезное испытание для британской полиции. В Лондоне проходит легендарный марафон. На улицах города 40 тысяч участников и миллион зрителей. Такие мероприятия потенциальные мишени для террористических атак. Как справляется Скотланд-Ярд, узнаем у Светланы Чернецкой. Она прошла по маршруту марафона. Этот праздник спорта и благотворительности на самом деле масштабная антитеррористическая спецоперация. За всю 36-летнюю историю лондонского марафона, сегодня полиция применила самые жесткие меры безопасности. В первую очередь маршрут забега защитили от возможных наездов автомобилей. Чтобы не допустить сценарий атак, произошедших в прошлом месяце здесь, у здания парламента. И в прошлом году во Франции и Германии, когда террористы въезжали в толпу людей. Помешать им должны вот такие бетонные и металлические ограждения. Улица Британской столицы патрулирует сотни вооруженных до зубов полицейских в исключительном порядке. Сегодня им значительно расширили полномочия. Офицерам разрешили стрелять на поражение в случае необходимости. Не думаю, что стоит бояться чего-то плохого. Мы здесь фокусируемся на прекрасной атмосфере, позитивных вибрациях. Я чувствую себя в полной безопасности здесь. Полицейских очень много, но они пытаются держаться в тени, оставаться неприметными и тем самым не мешают на сфере праздника. Такие повышенные меры предосторожности полностью оправданы. Уровень террористической угрозы в стране остается высоким. А марафон привлек много знаменитостей. Старт 42-километровой гонки дали самые популярные члены королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также герцогиня Кейт. Они втроем нажали на красную кнопку, а потом вместе со зрителями активно поддерживали бегунов. Среди которых, кстати, тоже немало знаменитостей. В марафоне принимает участие рекордное количество депутатов парламента. 16 человек. Здесь и олимпийские чемпионы, и звезды телевидения. Кстати, самому старшему участнику соревнований 83 года. И он не пропустил ни одного забега за 36 лет. Традиционно лондонский марафон – это не просто спортивное мероприятие для проверки физической подготовки и выносливости. В первую очередь, это способ собрать деньги на благотворительность. За все время проведения состязаний на добрые дела здесь было пожертвовано более 600 миллионов фунтов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.